Друзья, всех приветствую! В начале очередной торговой недели. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых, фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш YouTube-канал «Амаркетс», оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями и, конечно же, не забывайте ставить лайки. Поскольку сегодня понедельник, я проведу традиционный вебинар, правильный понедельник в 15.00 по московскому времени. Поэтому очень прошу вас принять участие в опросе в нашем телеграм-канале. Там будет несколько тем на выбор. Та, которая наберет больше всего ваших голосов, станет основной в ходе моего предстоящего выступления. В целом, друзья, эта неделя очень много значимых фундаментальных событий. Сегодня, правда, низколиквидная сессия из-за Дня Колумба в США, но завтра с присутствием трейдеров на рынке будет уже все нормально. И завтра уже начнем анализировать блоки региональных макроэкономических данных. Прежде всего, предстоит проанализировать данные по рынку труда Англии и отчет по инфляции в Канаде. В среду выйдут данные по инфляции в Англии. В четверг, как вы знаете, ключевое событие этой недели заседания Европейского центрального банка, выступление главы ЦБ Кристин Лагарта. Предшествовать этому событию будет отчет по инфляции. В Евросоюзе очень важный индикатор. И я думаю, что на него ЦБ и будет опираться в вопросе того, что же сделать с ключевой процентной ставкой. В четверг также будем анализировать данные по роничным продажам от США и первичным заявкам на пособие по безработице. И под закрытие торговой сессии выйдет еще отчет по инфляции в Японии. Честно говоря, я уже соскучился по трейдингу пары доллар-японская иена. Но комментарии из Сибы, нового премьер-министра Японии, несколько выбили меня из колеи, когда мы готовились к повышению ключевой процентной ставки. И вот, пожалуйста, новое руководство и новые взгляды на то, что должно происходить не только в внешней политике, но и внутренней. Здесь даже больше делаю акцент на экономическую политику. Но надеюсь, что все-таки у Эда убедит Сибы в том, что в текущих условиях из-за сохраняющихся не дефляционных рисков, а именно инфляционных, куда логичнее придерживаться прежнего сценария, который когда-то, некоторое время назад, помог остановить бесконтрольное ослабление курса национальной валюты. И если он найдет достаточно убедительные аргументы, друзья, мы с вами, конечно же, вернемся к идее продажи пары доллар-японской иены. Потому что я по-прежнему уверен, что долгосрочно, если смотреть на несколько кварталов вперед у пары доллар-иена, но нету каких-то пока что серьезных предпосылок для того, чтобы развить какое-то серьезное восходящее движение. И в пятницу, друзья, будем анализировать еще данные по Китаю, ООП, промышленное производство, руйничные продажи. Также выйдут данные по руйничным продажам Англии. В целом, в рамках текущей пятидневки будет очень много британской статистики. И фунт нам несколько задолжал в последнее время, он никак не может найти достаточное основание для роста. И с учетом тех релизов, которые я озвучил, каждый из них может стать инфоповодом для сплочения покупателей и, соответственно, развития восходящей динамики. Ну а теперь давайте вкратце. Индекс доллара текущей котировки 102.80. Конечно же, прошлая неделя была очень удачно проведена покупателями. И мы знаем то, что рост доллара стал продолжением наследия от Non-Farm Perils. Мы очень детально уже ранее анализировали эту статистику. Думаю, повторяться не будем. С прошлой недели у нас протокол у последнего заседания американского регулятора, из которого следует то, что решение снизить на прошлом заседании ставку на 50 байсных пунктов было практически единогласным. И сейчас чиновники американского регулятора уверены в том, что ставку нужно снижать, политику смягчать, но нужно замедлить темпы снижения процентной ставки, потому что нет необходимости в том, чтобы держать шаг в 50 байсных пунктов. Я думаю, что с этим сейчас трудно согласиться, учитывая последние релизы, которые подтверждают то, что в американской экономике. Но если это нерисованная статистика, действительно все прям неплохо. Данные по инфляции. Сначала общий индекс потребительских цен, потом промышленная инфляция, которые вышли в пятницу. Здесь очень такой неоднозначный эффект. Во-первых, основные индикаторы все-таки продемонстрировали снижение, соответственно, сохранение дезинфляционного тренда. Но базовые компоненты указали на рост инфляционного давления. Если все-таки открыть книгу по экономической теории, то в ней можно будет найти четкие свидетельства того, что для регулятора принципиальное значение все-таки имеет базовое значение. Поэтому рост этих показателей может заставить отдельных чиновников американского регулятора начать даже сигнализировать о том, а стоит ли вообще возвращаться к темпу снижения ставки на 50 байсных пунктов. Ну, это, наверное, совсем уж разговоры на далекую перспективу. У нас пока два заседания в этом году еще, ноябрь-декабрь, и, судя по инструменту F2 Tool, ни на одном из них ставку, конечно же, в текущих условиях на 50 байсных пунктов не снизит. Снижение ставки на 25 байсных пунктов учтено уже в цене. 87% вероятности такой сценарии, и он практически не изменился за прошлую неделю. Поэтому я предлагаю пока что работать с долгосрочной фундаментальной идеей по доллару, друзья, она заключается в том, что для Федрезерва имеет куда большее значение сейчас рынок труда. Мы за рынком труда будем анализировать в первом порядке, во втором будет у нас уже инфляция. По рынку труда предлагаем не делать каких-то необъективных выводов на основании одного лишь сильного отчета по Non-Farm Perils, потому что медиана за последние шесть месяцев указывает на то, что рынок труда все-таки испытывает определенные проблемы. И первичные заявки на пособие по безработице на прошлой неделе. Рост обращения, друзья, на 258 тысяч. Это максимальный показатель за несколько месяцев. Сегодня, кстати, если тема доллара станет центральной в ходе моего выступления на вебинаре, я попробую показать вам графически, как и что вообще происходит сейчас с американским рынком труда. Я сторонник того, что доллар все же должен перейти к развитию нисходящей динамики, потому что уже делал акцент много раз на тезис, что снижение ставки на 25 байсных пунктов это все равно смягчение национальной монетарной политики, что должно ассоциироваться с ослаблением курса национального валютного актива, в данном случае доллара. Золото 2655 долларов за тройскую унцию. Неплохое закрытие конца прошлой недели. И если, друзья, вы сейчас остаетесь в длинных либо коротких позициях, я бы рекомендовал все-таки оставить этот инструмент на какое-то время в покое, потому что есть аргументы за и против роста, но когда у нас отсутствие какого-то единого фундаментального фона, мы смотрим на сенсимент индекс рыночных настроений. И сейчас он указывает тоже на 50 на 50. Я думаю, что если все-таки торговать этим активом, сейчас вы должны быть готовы к очень серьезной волатильности, которая может в диапазоне составлять 30-50 долларов. Но мне не нравится торговать с такими рисками и с такой неопределенностью, поэтому я предпочитаю все-таки более, наверное, железобетонной идеи, которая сейчас есть на финансовых рынках. Среди этих идей пара доллар-канадец, рост продолжается 1,3780 практически к котировке. Мы делали очень большой акцент на потенциальный слабый рынок труда Канады, но в итоге статистика оказалась лучше ожиданий. На этой неделе данные по инфляции в Канаде снижение показателя приблизит как раз то самое обещанное Тифо Маклиман решение по снижению ставки на 50 базисных пунктов. И пара доллар-канадец доберется до нашей цели 1,38, и я думаю, что рванет еще выше. Доллар-франк 0,85-83, опять же, длинная позиция, только лишь длинная позиция в приоритете. Столько сигналов мы уже получили от Национального банка Швейцарии о том, что приоритетом является все-таки обеспечение стабильности курса, но все-таки с уклоном на ослабление швейцарского франка, потому что только это будет способствовать оздоровлению в достаточном ключе национальной экономики. И много комментариев относительно того, что ставка, да, ее уже трижды снизили в этом году, но она дальше будет снижаться из-за того, что инфляция неуклонно ползет к отметке 0,5 и даже ниже. Поэтому снижение ставки еще на 25-50 базисных пунктов в ближайшие месяцы – это неизбежный сценарий, который будет давить на позиции франка, особенно еще также с учетом идеи Национального банка Швейцарии, что только лишь отрицательные процентные ставки, к которым регулятор может прийти, способны вернуть в швейцарскую экономику достаточное количество инвестиций и капитала. Друзья, долгосрочные – это просто алмаз среди всех финансовых активов, и 0,90, как отмечали аналитики Сити, это лишь первая остановка, которая будет на пути. Евро против доллара 1,0924. Из отчета в прошлой неделе хочу подсветить данные по роничным продажам, в частности по Германии и Евразуме, где мы увидели очень хорошие месячные показатели и рост в годовом выражении, что в целом может подстегнуть ожидание усиления инфляционных рисков. Протоколы заседания Европейского Центрального банка – здесь неоднозначная картина. Нет единого мнения среди чиновников Европейского Центрального банка. Кто-то за то, чтобы ставку оставить на прежнем уровне, кто-то за то, чтобы подожить ее снижение. Но 17 октября уже все точки иногда будут расставлены, поэтому нам нужно дождаться непосредственно самого решения, оценить прогнозы по инфляции, по экономическому росту и уже потом более объективно возвращаться к трейдингу этой валютной пары. Если в вашем портфеле есть индекс доллара и пара евро-доллар, друзья, здесь нужно понимать, корреляция практически стопроцентная, в портфеле нужно держать только один валютный актив из указанных двух. По фунту я оптимист, 1,3060 текущей котировки, ВВП в пятницу хорошее значение, рост на 0,2% в августе, но промышленное производство подвело. Поэтому давайте дадим шанс британской валюте в рамках этой недели, потому что завтра рынок труда, в среду отчет по инфляции и в пятницу роничные продажи. Эти отчеты могут поддержать интерес к британской валюте и поспособствовать восстановлению пары фунт-доллар выше отметки 1,3150-1,32. И, конечно же, друзья, американский фондовый рынок, еще один рекордсмен, мы остаемся в длинных позициях и за последние дни лишь констатируем каждую сессию обновлений исторических максимумов. 5,854 это еще не предел, наша цель 6 тысяч пунктов, от нее пока не отказываемся. На этом, собственно, все, большое спасибо за внимание и хорошей торговой сессии и всей недели. Всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok